Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 26 декабря, память преподобного Евареста. Святой Евангелий Царший был тогда жестокий гонитель иконопочитания, который погиб от меча, восприяв таким образом достойное, как богопротивник, контину. Приемником его был Михаил, который также с подозрительной неприязнью относился к православию. Елорест, отрок, приходя в совершенный возраст, получил достаточное образование и был по-апостольски всем для всех. Родителям благопокорен, к товарищам и соседям доброрасположен, чужим и своим достолюбезен, всегда и во всем правдив, и ко всем предупредителен своей любовью. Сотращество таким образом. Еварест возгорел желанием жить по божественным заповедям и возлюбил иночество. Между тем, отец всего отправился по своим делам в Константинополь. Пошел туда же вместе с ним и Еварест. Там он был принят неким родственником своим, патрицием Вриеннием, достигшим почетного общественного положения. Перед несколько дней после того царице Феодоре нужно было отправить посольство к болгарам. Послом назначен был вышеупомянутый патрицией Вриеннием. Он взял с собой честного Евареста. Когда они дошли до некого места, называемого Скупель, то остановились и прожили там несколько времени. Здесь блаженный Еварест по особому некоему обстоятельству, устроением Божиим, получил сан пресс-фикера, а затем, провидев подвизническую жизнь, воспринял он и то, к чему всегда с любою стремилась душа его, постригся в монашество, возложив на себя таким образом столь вожделенное ему ярмо Господне. Случилось ему в это время приобрезть книгу преснопамятного Ефрема. Прочитав его и увлекаясь предлагаемым в ней назиданием, Еварест стал ревностным исполнителем благочестивых наставлений Ефрема. А такое его душевное настроение и добродетельная жизнь привели к тому, что ему вручили охранительные для путешествия письма и с молитвой отправили его в студийскую обитель. Прибыв в эту обитель, он был принят в нее, и Сесола посвятил себя иноческим подвигам и, усмотрев одного из братьев, особенно высокого, стоящего в духовной жизни, сблизился с ним и прилагал труды к трудам, соревнуя этому брату восхождение к совершенству, хотя другие и не примечали того. Пища его состояла из малого куска хлеба, притом сухого. Вареной же пищи Еварест принимал только один раз в неделю, а о других же его подвигах и трудах невозможно и пересказать. Довольно упомянуть, что на плечах своих по ногам у тела он носил тяжелые железные юридии, и средства его были опоясаны. Из всех он превзошел тогда добродетельной жизнью своей, и прожил так, Богоугодно, 75 лет, предал дух свой Господу. Скончался около 825 года. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok